В прошлом году в консолидированный бюджет района поступило 387 миллионов рублей. В имущественных налогах собрано более 66 миллионов рублей. По сравнению с 2015 годом увеличились поступления на 2,8 миллиона рублей, а от начисленных сумм поступлений составил 86,5 миллиона рублей. В 2015 году данный процент у нас составлял 95,5. Но это связано с тем, что срок уплаты по имущественным налогам у нас был передвинут на 2 месяца. С 1 октября было в 2015 году на 1 декабря 2016 года. Устюжанин Владимир Шельниковский налоги уплачивает вовремя, поскольку считает это своим гражданским долгом. Мужчина говорит, что налоги у нас в районе не такие уж и большие. Сегодня Владимир зашел в инспекцию с вопросом по оплате транспортного налога. Для пенсионеров на автомобиль дается скидка 150 лошадиных сил. У меня вопрос был такой, если ровно 150, эта скидка идет или уже не идет в большую сторону. Сказали, что все включительно. Так что я доволен. 1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов. Налоговой инспекции будут приняты все меры принудительного взыскания к должникам, вплоть до обращения в судебные органы. За каждый день просрочки уплаты данных налогов начисляется пене в размере 0,03 от ставки рефинансирования банка. Если считать, что у плательщика задолженность 1000, то за год пене будет начислено в размере 123 рублей. Уплатить налоги можно в любом терминале отделения банка, а также через личный кабинет налогоплательщика физического лица. В населенных пунктах, где нет кредитных учреждений, заплатить можно на почте. Юрий Воронин, Антон Карев, Новости провинции. Юрий Воронин, Антон Карев, Новости провинции.